Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня мы с вами поговорим на ту тему, которая волнует очень многих разработчиков. Как оставаться в курсе новинок, которые происходят непрерывно, как сохранить свою экспертность, как сохранить свое знание того, что вообще происходит среди программирования и среди разных фреймворков. Меня зовут все еще Сергей Немченский, и мы поехали! Итак, когда мы говорим о новинках, в первую очередь я хотел напомнить самое важное. Вопрос постановки цели. Я сотый раз напоминаю про книгу Голдер, это цель, которую я крайне рекомендую по прочтению всем, для того, чтобы понимать, собственно говоря, что и зачем у нас вообще происходит. И хотел напомнить одну важную мысль из этой книги. Никакое действие не является эффективным или неэффективным само по себе. Эффективное или неэффективное, оно только с точки зрения применения к цели. Чего вы хотите достичь? Если вы хотите достичь одного, то одно действие будет эффективно, потому что оно продвигает к этой цели, другое будет неэффективно, потому что оно не продвигает к этой цели. Так вот, зачем, собственно говоря, вы хотите знать новинки по программированию? Я выступал с этой лекцией несколько раз и два раза, или три, забыл. И каждый раз у зала спрашивал, зачем они хотят узнать новинки. Фактически было очень много сообщений, предложений, для чего это нужно. Говорили о том, чтобы не вылететь с рынка, и это правда, для того, чтобы соответствовать большему количеству вакансий, для того, чтобы быть в курсе новинок и уметь произвести впечатление на потенциального клиента и так далее. Очень много аспектов, которые мне приводили, но все они по большому счету про одно, про деньги. Поэтому сегодня мы будем говорить исключительно про аспект денег. Там было еще несколько моментов, про которые мне говорили мои слушатели, которые сводились к другому аспекту. Получение удовольствия от работы. Люди говорили, что если они не интересуются новинками, не читают, не слушают, не смотрят, то они чувствуют себя как будто на конвейере, и им становится неинтересно само по себе программирование. Окей, я это понимаю. Я понимаю, что работы должны не интересовать. Если вы как раз из породы тех людей, для которых интересоваться новинками означает находиться в кайфе от собственной работы, то окей, интересуйтесь новинками. Но об этом будем говорить с самого конца. Но все же помните, что для того, чтобы не выгореть, для того, чтобы не выгорать постоянно, у вас должно быть несколько источников получения удовольствия. Если ваш единственный источник получения удовольствия – это программирование, то, простите, вы даже не начинаете выгорать. Вы уже выгораете. И довольно скоро это сделаете полностью. Поэтому, пожалуйста, встали из-за компа и пошли искать себе какое-нибудь другое занятие. В первую очередь, я напоминаю, что тем, кто работает мозгом, нужно отдыхать с помощью физической нагрузки. Тем, кто работает с помощью физической нагрузки, да, там всякие лесорубы и камнетесы, они должны отдыхать с помощью нагрузки головы. Так вот, вы работаете головой, поэтому идите и займитесь спортом, любым физическим навантажем, которые придут вам в голову, моделированием, танцами, йогой, все, что угодно, все, что вам придет в голову. Это должно вам приносить кайф. Это главное требование. А мы вернемся, собственно говоря, к вопросу о изучении новинок. И тому факту, что в изучении новинок приводит к повышению зарплаты или увеличению дохода. Давайте сначала просмотрим, что же, собственно говоря, непосредственно влияет на доход программиста. Вы программист на ООП и языках с опытом более трех лет? Программировать вы умеете, но хотите научиться правильно выстраивать многослойную архитектуру приложений? Облегчить свою жизнь разработчика и продвигаться по карьерной лестнице аж до уровня архитектора? Приходите к нам на уникальный курс Enterprise Pattern. Паттерны или шаблоны – это готовые модели решений. Они помогают ускорить и упростить процесс разработки, а также спроектировать систему оптимальным образом. Всего в курсе рассматривается 90 шаблонов. Для каждого из них видео-лекция, которую веду я. А у меня, как вы знаете, 20-летний опыт в программировании. Сеньорные позиции в Люксофт, Недкрейкер, Интропро и умение объяснять. И практические задания с проверкой. То есть в общей сложности 90 лекций и 90 заданий. Плюс раз в две недели вебинар с группой с ответами на вопросы. Обучение онлайн. Старт ближайшей группы 1 декабря 2021 года. Зарегистрируйтесь сейчас и приобретайте курс по самой низкой цене. Чем ближе к старту, тем выше цена. Ссылка под видео. Первое, что я тут хотел сказать, это, конечно же, мотивация и удовлетворенность собственной работой. Как бы вы мне ни говорили, но выбить повышение зарплаты для программиста, который работает на «Отцепись» и левый и задний очень сложно любому руководителю. А вы же понимаете, что для того, чтобы вам повысили зарплату или вас повысили в должности, ваш руководитель, например, ПМ, должен пойти к своему начальнику и сказать, давай повысим Пете зарплату, потому что Петя клево работает. Но если вы не клево работаете, выбить вам повышение очень сложно. Мне тут тоже постоянно на моих выступлениях говорят о том, что ну так можно же поменять работу. Да, конечно, но если вас вообще ничего не драйвит, вам все плохо и неинтересно совсем в отрасли, простите, то смена работы вряд ли чему-то поможет. Плюс к тому, ну, простите, но как бы вы пока будете менять работу полностью потухшими глазами вот это все. Ну, конечно, сейчас программистов не хватает, наверняка вас возьмут, потому что всем нужны. Но я что-то сомневаюсь, честно говоря, что вы и там будете расти по зарплате. Можно, конечно, скакать с места на место, но серьезно, что это за жизнь? Давайте все-таки вернемся к нормальной мотивации. Второй аспект повышения зарплаты и вообще дохода, увеличения дохода программистов – это сеньорность. Я неоднократно говорил, что джун от сеньора отличается исключительно софтскилами и количеством граблей, по которым он прошел. Да, конечно, какие-то количество хардскиллов накопилось, но просто за счет лет, в которых он работает. В основном все-таки нагрузка на софтскиллы, которые, собственно говоря, и приносят вам повышение зарплаты и повышение должности с джуна до сеньора или темлида. Третий аспект – это, собственно говоря, софтскиллы. Умение себя продавать, умение показать команде, умение показать представителю заказчика то, что вы такие, собственно говоря, хорошо работаете. Я лапочка, я умею работать. Смотрите, сколько я тут напедалил. Мне надо повысить зарплату. Вот когда вы это умеете показать, то да, вам повышают зарплату легко и просто, потому что ваш ПМ, слыша от заказчика рассказы о том, какой Вася прекрасный программист, конечно же, идет с этой информацией к начальнику и говорит, клиент говорит, Вася прекрасный программист, давайте повысим ему зарплату. И начальство такое, воу, классно, конечно, повысим Васе зарплату. Это работает. И наоборот, если клиент говорит, как мне вот было прецедент, у нас был очень сильный программист, но что-то совсем плохо было софтскилами, вот прям совсем плохо. И представитель заказчика, вернее, сам директор заказчика пришел ко мне и сказал, Сережа, зачем мы вот этого человека вообще взяли? Как бы есть вопросы о его софтскилах, как бы, ну и вообще, мне кажется, что он вообще не работает. Я такой, да не, ну ты что, он классно работает и так далее. Он говорит, да, а я что-то не вижу вообще. Мне кажется, он только молчит и ничего не делает. Вот так. И такие разговоры, вы можете думать, что таких разговоров не происходит, но такие разговоры непрерывно происходят между вашим ПМом и представителем заказчика. У вас за спиной. И если это разговор о том, что Вася работает хорошо, вам неожиданно повышают зарплату. А если это разговор о том, что Вася вообще какой-то никакой и что-то, я вообще не понимаю, зачем он здесь сидит, то вам почему-то не повышают зарплату. Возможно, это совпадение. Но я так не думаю. Четвертый аспект. Это надежность. Помните, я неоднократно рассказывал про софтскиллы и о том, что такое надежность. Напоминаю, надежность это умение поставить правильные эстиммейты и в них попасть. И именно надежность определяет с точки зрения вашего руководства вашу ценность для компании. Мы можем положиться на этого разработчика. Или тестировщика, или дизайнера, или ПМа, или кого угодно. Мы можем на него положиться или не можем. Положиться это значит, что он сказал, что сделает за столько и за столько сделает. Причем, обращаю ваше внимание, что когда человек делает быстрее, чем обещал, это тоже ненадежно. Потому что, как бы, от него зависит очень много смежников. И с этими смежниками, в принципе, ну, как бы, печалите. Если вы, собственно говоря, ну, делаете то раньше, то позже, то смежники все несчастные, как бы, мучаются и пытаются под вас подстроиться. И вся работа компании идет немножко в разнос. И это означает просто одно, ненадежность. И таких людей не будут повышать и поднимать по зарплате. Да, я хотел сказать в самом начале дисклеймер, но немножко забыл. Все, что я рассказываю, это довольно неприятно. Постарайтесь с этим жить, или смириться, или просто принять это как мою точку зрения. Окей, можете не верить мне. Но я основываюсь на больше, чем 20-летнем опыте своей работы. Более того, рассказывал этот доклад, я уже говорю, в нескольких аудиториях. И, как бы, несмотря на то, что мне много кто возражал, но найти какого-то возражения по делу, так никто и не смог. Так что, просто имейте в виду. То, что я здесь рассказываю, это довольно важно. И наверняка очень близко к истине. Ну, и пятый пункт, который поднимает вам зарплату как программиста, это понимание бизнес-вэлю. Не фигню ли я делаю. Потому что важное понимание того, что получит бизнес заказчика от того, что вы сейчас делаете, оно, ну, как бы так сказать, оно переносится с вас на ваших подчиненных, если вас повысят. И поэтому именно человека, который умеет бизнес-вэлю и любит поднимать по должности. Потому что, ну, блин, он сам не делает фигни и, наверное, своим подчиненным тоже не даст. Понимаете, да? Именно поэтому человек может быть очень сильным программистом, но постоянно уносится и, там, резюме driving development, да? Когда хватает какой-то фреймворк, тащит его в проект, лишь бы он его в резюме потом попало. С точки зрения руководства, ну, блин, это не очень хорошее поведение. И потом этот человек, который, там, я перформлю, там, в 50% лучше, чем все остальные команды вместе взяты. Ну, чувак, ты же тащишь черт знает что в проект. Ты же влечешь риски заказчика. Ну, не будут тебя поднимать, потому что что ты будешь делать со всей остальной командой? Какой-то трэш. А поднимут того, кто понимает, что нужно заказчику, и делает, может быть, медленнее. Но зато именно то, что нужно заказчику. Неправильно ты, дяде Федор, код пишешь, да? Надо фичи релизить, а ты, вон, там, фреймворки таскаешь. Так катафиким лидом сделают. Что же все же на самом деле зависит от знания новинок? Первое. Количество вакансий, с которыми вы совпадаете. Ну, согласитесь, рынок – это такой тиндер, да? С кем-то у вас матч, с кем-то у вас не матч. И если вы хорошо знаете новинки, то это увеличивает количество вакансий, с которыми у вас матч. Вы под них попадаете. С другой стороны, у этого есть и обратная сторона, и она довольно неприятная. Классно, конечно, что вы совпадаете со 100 вакансиями. Вам теперь из этих 100 выбирать. Все-таки, согласитесь, человек – такое существо, которое очень не любит выбирать из 100 вариантов. Ему гораздо легче и гораздо приятнее, гораздо проще выбирать из 2-3 вариантов, чем из 100. Да, поверьте мне, я недавно выбирал телефон. Это жесть. До сих пор мучаюсь, может, неправильно выбрал. И я думаю, у вас будет ровно та же самая история. Вы матчитесь с сотней вакансий, вам пишут все подряд рекрутеры, и вы такой… Ну, клево. Обращаю ваше внимание, тут мне регулярно, практически на всех выступлениях, в этом месте мне говорили о том, что на самом деле вакансий с новыми котенеджи технологиями не так уж много. Да, и для них еще и большая давка, потому что все туда хотят попасть. Таким образом, переводя на человеческий язык, зная все новинки, вы увеличиваете свой шанс совпасть с вакансией, на которой довольно много претендентов, соответственно, достаточно низкая зарплата. Если вы этого хотели, то ок. Если нет, ну, как бы немножко странная идея. Второе. Возможность претендовать на зарплату существенно выше рынка. Если вы занимаетесь профессиональным поиском вакансий на самые дорогие зарплаты, самые высокие зарплаты по рынку, то вам нужно знать все. И все про фреймворки, которые на проекте. И все про фреймворки, которые не на проекте. И все про вещи, которые не знает рекрутер. И вообще пустить глаз профессионально. Так, чтобы рекрутеру, ну, или техническому интервьюеру осталось только сказать, ну, этот чувак вообще все знает, я не знаю, на чем его заваливать. И вы с АГГ и Айнэнэ получаете топовую зарплату по рынку. Другой разговор, что тут есть два побочных эффекта. Первый. Если вы, собственно говоря, получаете топовую зарплату по рынку, вы же не рассчитываете, что эта топовая зарплата еще и предполагает выходные. И что у вас вообще есть в свободное время. Правда, не рассчитываете же, да? Ну, вы же понимаете, что топовые зарплаты не за это платят. Окей, вы можете попытаться уговорить, там, ломать через колено, но вас все равно будут пытаться запрячь по всей катушке. И вы явно не сможете очень уж сильно настаивать на своей правоте, помня о том, что вы получаете топовую зарплату по рынку. Поэтому, привет колы в 2 часа ночи, привет работа по выходным без единого перерыва и привет все остальные трэши. В общем, про work-life balance можете забыть. Ну, и привет выгорания, конечно, как следствие всего этого. И второй аспект. Вы же понимаете, на каких проектах самые высокие зарплаты в отрасли. На самых говняных? Правильно. Потому что именно только высокой зарплатой туда и можно завлечь. Таким образом, пустив пыль в глаза людям, выучив все новинки, сумев получить топовую зарплату по рынку, вы получаете добавкой проблемы с work-life balance, выгоранием, личной жизнью и, соответственно, говняный, ужасно говняный проект, обычно с еще и черт знает каким заказчиком. Слушайте, если это ваша мечта, работа мечты, то ок, я все понимаю. Но для меня, например, никогда это не было работой мечты. Ну, с другой стороны, вон Вовка Кузнецов, например, который тут регулярно на канале появляется. В общем-то, вот так и работает. Если вам именно так нравится, то ок, я за вас рад. Тогда учите новинки. Третий аспект, на который влияет, собственно говоря, возможность хорошо выученной новинки, это, собственно говоря, возможность работать в cutting-edge стартапах. Тут вы мне можете даже не пытаться рассказывать, что там можно о чем-то договориться про work-life balance. Для стартаперов work-life balance не существует. Существует только work balance. Там нет лайфа. Совсем. Никакого. Плюс к этому обычно еще и проблемочки с финансированием, потому что то есть деньги, то нет. То взлетело, то не взлетело. И все это, конечно, в атмосфере непрерывного изменения, трешака веселья и криков о том, что, о, господи, мы падаем, о, нет, мы взлетаем и так далее. В принципе, если вам до 25 лет, у вас нет семьи и вообще вы как бы всю жизнь мечтали именно так поработать, я за вас рад, молодой вы наш Илон Маск, работайте. Это довольно весело и интересно. Но я думаю, что долго вы так не продержитесь, потому что через годик точно сгорите. Но с другой стороны, кто я такой, чтобы мешать вам развлекаться? Ну и последний аспект, на который действительно влияет знание всех новинок и знание понимания того, что происходит в отрасли, это, конечно же, повышение ЧСВ. И это даже не совсем шутка. Все-таки очень многие из нас приходят в отрасли для того, чтобы чувствовать себя несколько выше, чем вот это вот не цифровое быдлос. Мы тут круче, мы тут умнее и так далее. Ладно, будем считать все-таки этой шуткой. Хотя только долей. Итак, когда же все-таки надо качать знания новинок? Первое. Когда вы не соответствуете большинству вакансий на рынке. Да, вы, например, могли сидеть 5-7 лет на каком-то старом Legacy-проекте, выйти на рынок и посмотреть, и такой, ээээ, я не знаю ни одного из этих слов. Вообще ни одной вакансии по тем технологиям, с которыми я работал. Простите, но в таком случае не то, чтобы вам нужно знать все новинки, но нужно выбрать, как я рассказывал уже в видео, которое будет там. Точно, кажется, там. Вот. В этом видео я рассказывал о том, что вам нужно для того, чтобы найти работу. Да, чек-лист по поиску работы. Вот. Вы там лазите по всему, собственно говоря, интернету, ищите, смотрите все вакансии возможные. И, найдя все эти возможные вакансии, выбираете из них технологии, которые чаще всего встречаются. Ну, и, в общем, не буду пересказывать то видео. И их только учите. Я бы не сказал, что это совсем прокачка знаний новинок, но вам нужно прокачать фреймворки, которые, в общем-то, необходимы для того, чтобы найти работу нормально. Второе. Вы только выходите на рынок труда, и вам вообще нет особо знаний, поэтому нужно хватать хоть какие-то знания. Норм, тогда идите покачайте немножко знаний новинок, потому что, чтобы хотя бы разговаривать с рекрутером на общем языке. Это норм. Третье. Все другие способы повышения зарплаты, о которых я говорил до этого, помните, да, не сработали. У вас работает только вот, осталось только это. То есть, в принципе, да, вы можете продолжать после того, как все остальные предыдущие прокачаны. У вас шикарные софт-скиллы, у вас высокая сеньорность, у вас все остальное. И вот тут, может, настало время для того, чтобы еще и пустить пыль в глаза, и, пожалуй, зарабатывать повыше зарплату на рынке. Да, окей, тогда норм. Но я хотел напомнить о том, что им надо заканчивать, а не с него начинать. А большинство программистов почему-то с него начинает. То есть, с изучения новинок. Четвертое. Вы часть пресейл-команды, и вам нужно много общаться с заказчиком и пускать перед ним пыль в глаза. Ну, тут как бы очевидно. Кто не знает, пресейл-команда – это команда, которая должна сделать эстимейты на будущий заходящий проект. В пресейл-команду берут самых сильных разработчиков, потому что именно они должны сделать правильный эстимейт на проект, которого еще нет. Понимаете, в чем прикол? Для любой аутсорсинговой компании, и вообще-то, в принципе, для любой сервисной компании, пресейл-команда – это прям самое важное. Потому что, если вы сделаете эстимейт слишком большой, то заказчик скажет, ну, то есть, заказчик посчитает ваш рейд, посчитает, сколько это денег займет, и сравнит с предложениями других компаний на рынке. И такой, нет, что-то вы дороговаты. Если же вы сделаете эстимейт маленький, меньше, чем нужно, то заказчик скажет, воу, класс, у этих очень дешево, к вам придет. Но вы в этот эстимейт не уложитесь, и у вас будут проблемы с заказчиком. Либо заказчик будет требовать вам в это время-таки уложиться, в результате ваши программисты будут разбегаться из-за того, что их там за 24 на 7 заставляют работать. Либо вы вынуждены делать часть работы за собственный счет, либо заставлять доплатить заказчика за то время, которое не уложилось в эстимейт. И это в любом случае, любой вариант больно. И в большинстве случаев после этого у вас заказчик одноразовый. Потому что после такого мотания нервов вам заказчик скажет, так, пожалуй, мы пойдем поработаем с другим вендором. Ну, вас нафиг с вашими неумением попасть в эстимейты. Поэтому пресейл-команды это сильные разработчики. И с пресейл-командой заказчик достаточно часто общается, потому что пресейл-команды узнают какие-то детали для того, чтобы определить, сколько же времени это нужно эстимировать. Так вот, знание новинок для пресейл-команды довольно-таки сильно важно. Чтобы заказчик понимал, что он пришел к крутым программистам. Ну, вы поняли. Ну, и пятое, если вы внешний эксперт, который вас зовут, чтобы починить все сломанное в компании. Ну, тут, по-моему, совершенно очевидно. Если вы дядя Боб какой-нибудь, да, и вас позвали в компанию, чтобы вы там все настроили, вам нужно произвести впечатление на работодателя. Показать, что вы вообще полностью в курсе всех новинок и так далее. Я, кстати, ни хрена не в курсе всех новинок. Я вам рассказываю про вещи, которые были правдивыми еще, наверное, в 70-х годах прошлого века. Привет Фредерику Бруксу. Но, с другой стороны, есть толпа народу, которые вот должны себя презентовать как внешние эксперты, которые знают, как все новенькое и блестящее происходит, и что вообще творится вот прям в деталях из новинок. Ну, если вы такой человек, то, конечно же, вам это нужно. Итак, давайте подытожим, что же качать до того, как качаем, собственно говоря, знания новинок. Первое – это английский. И не буду тут останавливаться, вы сами можете посмотреть на графиках на доу, что английский очень сильно коррелирует с зарплатами программистов. Вот на экране можете на него посмотреть. Фактически получается, что для джуниор-разработчиков корреляция достаточно небольшая. Она, в общем-то, как бы плюс-минус одинаковая. Это вот маленькая светло-зеленая полосочка. Для медлов корреляция уже довольно сильная. А для синеров корреляция практически даже больше, чем в два раза. Ну, соответственно, вот вы понимаете. Одна единица времени, вложенной в английский, равняется пяти, а то и десяти единицам времени, вложенным в другой скилл. Помните об этом. Английский – это очень важно, если вы, конечно, работаете в Украине или просто в аутсорсе. Потому что ваше общение… Вам может казаться, что всем пофигу, вас и так понимают, и так нормально. Но именно того, кто умеет хорошо общаться с заказчиком, он не лезет в карман за словом. Он может общаться, рассказать заказчику сложную ситуацию, объяснить и так далее. Но тут мы уже пересекаемся с софтскилами, но все же вы не можете красиво говорить, если вы вообще не знаете английского. Ну, как бы это взаимосвязанные вещи. И вот именно на этот аспект будут смотреть руководители, кого из вас назначать человеком, который будет больше общаться с заказчиком. Вы уже понимаете, чем выше ваша сеньорность и менеджерская позиция, тем больше вам общаться с заказчиком. А заказчик – это английский. Соответственно, корреляция вполне прямая. Но вот тут, кстати, на этом графике я хотел вам показать интересный аспект. И обратите внимание, что доля программистов с Pre-Intermediate на украинском рынке неуклонно снижается. Причем довольно-таки ощутимо. И неуклонно растет доля программистов с Pre-Intermediate. То есть мы понимаем, что в принципе лет через 5-7 вы, если у вас Pre-Intermediate уровень английского, рискуете вылететь с рынка просто нахрен. Поэтому помните об этом или попасть вот туда, где Elementary, да, это там программисты с 1С, вот, и там вообще другие ребята, которые работают на внутренний рынок, им вообще не нужно английский. Ну, вот туда попадете. Поэтому английский нужно тянуть и дотянуть хотя бы до Intermediate. Потому что это уже скоро будет нижняя граница, ниже которой вы просто не совпадаете с вообще ни одной вакансией практически. Помните об этом. Второе, что мы должны качать, и об этом я говорил многократно, это качать умирование и стимировать. Вы можете, конечно, качать умение попадать в ваши неверные стимейты, но это не очень правильная идея. Гораздо лучше качать умение и стимировать непонятную задачу. А в программировании вы всегда работаете с непонятными задачами. Ну, не бывает такой ситуации, что вы делаете ту же самую задачу второй раз. Вернее, бывает, но это такая редкая ситуация, что, ну, серьезно. Плюс к тому, вторую задачу точно такую же вы сделаете гораздо быстрее, чем первую, потому что вы помните, как ее решать. Ну, поэтому, ну, такойся. Вот. Важный аспект про стимейты. Многие программисты считают, что он на работе и он вне работы, это вообще два разных друг с другом незнакомых человека. Это не так. И на работе, и в работе, и вне работы вы используете один и тот же мозг, одно и то же тело. Ну, и главное, что, когда вы рассказываете ребенку сказку и пишете код, вы используете один и тот же мозг, у вас нет второго. Хотя, я не знаю, может, кто-то там использует спинной для этого. Ладно, оставим. Так вот, соответственно, вы можете качать. Хорошая тут новость в том, что вы можете качать умение и стимир, и строить стимейты прямо в реальной жизни. Просто каждый день, когда вы планируете что-то сделать, представьте, сколько времени это займет. Съездить в магазин, забрать ребенка, отвезти, там, не знаю, телефон в починку. Прикинули, там, три часа, смотрите на часы, а, нет, четыре. И просто кормите свой мозг этой парой ключей значения, да. Сколько я наэстимировал, сколько на самом деле получилось. Что со временем очень хорошо и сильно прокачает вашу когнитивную способность мозга строить стимейты. Он умеет работать вот с этими сложными объектами. Не надо это приводить к какой-нибудь сложной системе, там. Вот для задач такого типа, вот с такими рисками я делаю так. Нет, все очень просто. Просто, как я наэстимировал, что получилось. Ваш мозг внутренне выстроит себе все эти зависимости, гораздо более сложные, чем вы будете пытаться вот там что-то там себе намухлевать. Просто ключ-значение, ключ-значение. И потом это вам очень сильно прямо сработает, когда очередной раз достается какая-то непонятная задача. Я не знаю, сколько это займет, но за полдня должен справиться. Ну, потому что ты уже много чего стимировал, и это работает. Просто качайте эту себе мышцу. Следующий аспект – это понимание бизнес-вэлью. В понимании бизнес-вэлью я настаиваю на том, что когда вы попадаете на новый проект, забукаете себе время у вашего бизнес-аналитика или проект-менеджера, кто владеет всей информацией по проекту, и допросите о всех аспектах проекта, на которые вы попали. Кто будет пользоваться вашим проектом, какие нагрузки предполагаются, какие объемы данных, какое использование, насколько критично это для инфраструктуры, каким функционалом системы будут пользоваться чаще и так далее. Вот все эти аспекты вам очень нужны. Поверьте мне, это спасет вас от тонны совершенно лишней работы, и плюс к тому даст вам возможность красиво показать, что вы умеете делать именно то, что нужно заказчику. Потому что у меня неоднократно было, когда вся команда реально ухайдайкивалась, сделала классную штуковину, ну, потому что она была сложная. Оказывается, заказчику была нужна вот та мелкая финтифлюшка в углу, которую делают на самом деле час. И с точки зрения заказчика мы не сделали ничего, потому что мы не сделали важную финтифлюшку. А ту здоровенную хреновину, которую мы делали, она будет запускаться раз при старте системы, и он вообще, ну, как бы можно было ее потом и потом отложить. Но он как-то об этом не подумал, а ваш ПМ не спросил. Помните об этом, что все ИПМ и бизнес-аналитики, они живые люди, они могут тоже не сообразить. И вы как программист, например, или если вы бизнес-аналитик или вы ИПМ, помните о том, что здравый смысл никто не отменял. И он и у вас будет работать, если вы будете понимать, как используется эта система и кем она будет использоваться. Ну, и последнее, что я хотел сказать по теме накопления информации, потому что я же говорил, что там есть список людей, которым нужно и важно получать знания новинок. Это помните о том, что в интернете информация вся есть. Реально вся. Любая возможная какая угодно. У вас ограничение не в интернете, не в получении информации. Ваше ограничение в фильтрации информации. Я абсолютно уверен, что если бы я спросил, ну, когда я спрашивал в реальной аудитории, у кого забиты почтовые ящики тысячи и плюс сообщений, поднимало руки от 80 до, ну, от 50 до 80 процентов присутствующих в зале. Я абсолютно уверен, что у большинства из вас точно так же. Так вот, просто закончив смотреть эту лекцию, просто зайдите в свой e-mail, откройте все письма, которые вы не читали больше месяца, и отпишитесь от этих рассылок. Вам уже природа доказала. Вы не читаете эту рассылку, она вам неинтересна. Нахрена вы на нее подписаны? Я, конечно, понимаю, что это не бумажные газеты, как бы не сжигаете листы, ну, леса и все такое, но, блин, доверяю вам информацию, которую вы все равно не получаете. Не бойтесь, что вы что-то пропустите. Серьезно, отпишитесь вообще от всего. Серьезно, я так сделал, и вы будете смеяться, я даже этого не заметил. Потому что тысяча писем в ящике, она как была, так и осталась. Просто теперь это не две тысячи, не три тысячи, не пять тысяч, а вот та-то самая тысяча несчитанных сообщений. Прекрасно работает. И найдите одну единственную подписку, завязанную на ту самую технологию, с которой вы непосредственно работаете. Будь то React, Java, там, не знаю, Swift или еще что-то. Вот единственную рассылку от автора технологии, который рассказывает о том, что вышла такая-то новая версия. Это все новости о программировании, которые вам нужны. Реально, все остальное и так будет вам сыпаться в вашу голову. Ваша задача отсеять все ненужное. Понимаете? Но я напоминаю еще о существовании такого формата, как RSS. Я уверен, что большинство из вас о нем не помнят. Это прекрасный формат для получения новостей. И очень много инструментов, которые позволяют его читать. Ну, и напоследок я хотел напомнить, что всю полезную информацию для программистов и о программистах вы можете получить на нашем канале. А чтобы наверняка войти в IT, регистрируйтесь на платные курсы FoxMinded под ссылком под видео. Люблю вас, подписывайтесь, ставьте лайки и не забывайте про наши соцсети. Пока!